Альфа-стоматология Здравствуйте! С вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Стали сертифицированными партнерами. На открытие новой клиники Альфа-стоматология приехали специалисты из Германии. Новый томограф. В каждый диспансер поступило современное оборудование. Поддержка мамы и ребенка. Центр грудного вскармливания заработал в новом формате. Ослабляет, а не усиливает. Ученые выяснили воздействие серотонина на эмоции. Главный врач ОКБ получил премию «Человек года» Рязанской области. За него проголосовало большинство рязанцев. Напомним, что список состоял из 30 номинантов. В него вошли люди, наиболее активно проявившие себя в общественно-политической жизни области в 2019 году. По итогам голосования выбрали десятку лучших, среди которых экспертный совет определил победителя. Новый томограф поступил в Рязанский кардиодиспансер. Его стоимость составила порядка 50 миллионов рублей. Он приобретен в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются частью национального проекта здравоохранения. Новый томограф в кардиологическом диспансере позволит реализовать современные неинвазивные методики исследования сердца. Особое значение новый прибор имеет для диагностики острого коронарного синдрома, который является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой, оставаясь ведущей причиной смертности. При помощи аппарата можно будет исследовать закрытые сосуды сердца и определять, есть ли у человека, например, атеросклеротические бляшки. Машина очень быстрая и позволяет значительно сократить время исследований пациента. И только машины такого уровня позволяют проводить исследования сердца. Раньше машина могла производить 6 срезов одновременно, сейчас 128. Для исследований принципиально, чтобы исследуемый объект был неподвижным. Если раньше мы исследовали грудную клетку примерно за 20 секунд в среднем, то сейчас 3-4-5 секунд. Это менее мучительно для пациента, в котором тяжело задержать дыхание. Новый японский томограф, несомненно, повысит эффективность постановки диагнозов. При его помощи можно будет оперативно выявить проблемы пациента на ранних этапах и незамедлительно приступить к лечению. Наверное, вопрос экономически важный, потому что классическое исследование сосудов сердца, оно не дешево, а исследование на современных подобных аппаратах дешевле в несколько раз. Да, естественно, когда мы берем все это в масштабе большом, я думаю, это скажется на общем количестве пациентов, которые мы можем посмотреть. Новый томограф даст значительную экономию средств, так как процедура менее затратна по сравнению с классической коронографией, а также обеспечит более четкую специализацию работы отделения диспансера. С 19-го года начался национальный проект по борьбе с сердечно-сосудистым заболеванием, который рассчитан на 5 лет. В течение 5 лет планируется закупка тяжелой техники, ну и, скажем так, средне-тяжелой. Вот сюда входят компьютерные томографы, ангиографы, плюс аппараты УЗИ, множество средств для реабилитации, нейрохирургическая техника мощная. Сейчас томограф работает в тестовом режиме, но в ближайшее время пациенты получат возможность проходить обследование на нем. Новая клиника альфа-стоматология официально открыта. Она находится в торговом центре Йошина Политаева. Для пациентов провели день открытых дверей. Они смогли не только увидеть современное оборудование и познакомиться с врачами, но и почувствовать себя настоящими стоматологами. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Прискакивая с работой? Нет, не вы должны быть с нами. Здравствуйте! Она дышит, что мы лепуты? Я не слышал, что вы же врач. Надеть белый халат и провести профилактический осмотр ротовой полости. На открытии новой клиники альфа-стоматология каждый желающий смог почувствовать себя настоящим врачом. Самым смелым оказался Леонид Резник. Он действовал под руководством опытного хирурга клиники. Вот такой контакт с человеком, не просто контактом, пожал руку или обнял, а ты должен вмешаться в его жизни вот этими инструментами, сделать так, чтобы у него качество жизни улучшилось, чтобы пропали какие-то неприятные симптомы. Это огромная ответственность. Я даже вот на таком, скажем так, учебном этапе почувствовал, что это достаточно тяжело. На этом сюрпризы не закончились пациентам, а гостям провели экскурсию по новой просторной клинике альфа-стоматология. Ее площадь составляет порядка 400 квадратных метров. Здесь огромный холл и 8 просторных кабинетов, каждый из которых имеет свою специфику. Эту клинику мы начали открывать уже год назад, когда первый раз сюда зашли и немного испугались. Не было ничего здесь, ни отопления, ни воды, ни толкового света. Но здесь есть люди, которые помогали нам во всем. Помогали кто советом, кто делом, кто и тем, и тем. Конечно, весь коллектив участвовал в этом. Новая клиника – это общее достижение. В ее создании принимал участие каждый врач. Поэтому кабинеты не только оборудованы по последнему слову техники, но и максимально удобны и функциональны. Даже цвет стен выбран не случайно. Именно на сером фоне лучше всего виден оттенок зуба. А значит, удобнее всего добиться идеального цветового результата. Молодцы растут, развиваются, очень ответственный коллектив. Доброжелательные, всегда очень внимательные. И по первому, как говорится, по первому спросу всегда помогают. Очень молодцы. Поздравить врачей с открытием второй в Рязани клиники Альфа-стоматология приехали не только пациенты, но и партнеры из Германии и Москвы. Они тоже помогали в обустройстве помещения и лично убедились, что клиника отвечает высочайшим мировым стандартам. Когда я пришел сюда и увидел эту клинику, я очень впечатлился. Я очень впечатлился вашей клиникой, когда ее увидел сегодня. Честно говоря, немного клиник в Германии могут похвастаться оборудованием, сопоставимым с вашим. Я знаю, что Андрей Иванович – это человек, для которого очень важно качество. И, насколько я понимаю, для него крайне важен пациент. Он находится в центре всего. Подход Андрея Ивановича – это предоставить пациенту наилучшее качество из возможного. В честь открытия генеральный директор компании «Штрауман» в России вручил коллективу клиники диплом сертифицированного партнера, а также подарил форму для сотрудников. Я, конечно, абсолютно впечатлен и масштабом, и качеством того, что я вижу. Я думаю, что клиника будет жить долго и успешно. Спасибо. Это впечатляет. Это, поверьте, абсолютно на европейском уровне. Такую же клинику вы можете видеть в Германии, в Италии, в Швейцарии. Только она будет скромнее, наверное, с точки зрения площадей и масштабов. Напомним, что новая клиника «Альфа-стоматология» расположена в торговом центре «Ёж» возле Дворца молодежи с большой парковкой и развитой системой общественного транспорта. Грудное молоко – лучшее питание для малыша, которое показано как минимум до года. Однако молодые мамы часто сталкиваются с рядом сложностей, поэтому переходят на смеси. Почему этого делать не стоит и как решить возникающие проблемы, расскажем далее. Елена Вилонова – мама со стажем. У нее уже есть двое детей, старшему 6 лет, средние 4 года. А на днях появилась еще одна красавица-дочка, которой всего два дня. Елена не понаслышке знает, что грудное вскармливание – лучший антистресс для мамы и ребенка, ведь кормить грудью она продолжала до года. Во-первых, это экономично, это полезно для ребенка, там содержится все необходимое. Если смесь, она все-таки однообразна, получается, ребенок каждый день ест одно и то же. То грудное кормление, оно зависит от того, что получает мама, и, соответственно, его питание тоже разнообразно. Ну и плюс это, конечно, иммунные свойства грудного молока, они никуда не деваются. Вот. Третье – это очень хороший антистресс для ребенка, для мамы. То есть, если ребенок плачет, волнуется, все, есть средства. Елена признается, что, несмотря на большую семью, вопросы по грудному вскармливанию до сих пор остались. Теперь решить их стало проще, ведь на базе перинатального центра в новом режиме заработал Центр поддержки грудного вскармливания. Оказываю теоретическую помощь. Мы подготовили специальное вот такое пособие для кормящих мам. Он теперь лежит в каждой палате очень подробно. Описаны все основные рекомендации по грудному вскармливанию. Здесь же есть номер телефона, который круглосуточно со мной. Мамы могут звонить и обращаться по всем своим вопросам. Также ведется амбулаторный прием, то есть любая резанка может записаться на консультацию. Мамам показывают, как часто нужно кормить ребенка, какие позы будут наиболее удобны, как избежать нехватки молока и многое другое. Консультации очень подробные, они идут больше часа. У людей должно быть понимание, что кормление грудью – это абсолютная норма. То есть грудное молоко – это единственное нормальное питание для младенца. Все остальное – это всегда какая-то альтернатива, это всегда заменитель не самого лучшего сорта. Кормить грудью нужно не меньше года, однако часто женщины прекращают это делать намного раньше, потому что сталкиваются с множеством сложностей. Одна из самых распространенных – болезненные ощущения. Когда ребенок при захвате грудей сильно или сильно сдавливает ее, или как-то неправильно располагается грудь во рту у ребенка, это создает для мамы сильные болевые ощущения. Иногда действительно это субъективно очень больно, слезы из глаз. На этом фоне мама иногда отказывается от грудного скармливания. Наша задача вовремя уявить причину. Консультации проходят в перинатальном центре по будням с 8 до 3 часов абсолютно бесплатно. Серотонин – усилитель эмоций. Этот миф развенчали современные физиологи. Они выяснили, что вещество действительно выделяется при сильных чувствах, однако лишь для того, чтобы ослабить их. С учеными пообщалась Олеся Катровская. Рязанские ученые совместно с московскими специалистами исследуют роль серотонина на организм человека. Физиологи полагают, что серотонин образно можно назвать веществом социального счастья, потому что он делает своего обладателя более социально привлекательным. Однако сам по себе он не вызывает ярких ощущений. Его роль заключается совсем в другом – он уменьшает все, что слишком. Дело в том, что его прославили журналисты как гормон счастья. Но это гормон, когда он плавает по кровеносной системе. Когда он работает в возгон, называется уже нейротрансмиттер, нейропередатчик. Так презентует как гормон, повышающий настроение, но на самом деле это великий уравнитель. Избыточные эмоции он приглушает. И слишком сильную радость он превращает в ощущение ровного счастья. Слишком сильное горе он превращает в легкую светлую печаль. И самое главное, он позволяет человеку сохранять контроль. Удивительно, но растительный серотонин можно выделить технологическим путем изоблепихи. Уже существует косметическая форма серотонина. Так что можно сказать, что наша отечественная косметика становится не только декоративной, но и эмоционально полезной. Серотониновый экстракт получают из молодых побегов облепихи, из листьев. Ягоды для производства не идут. На данный момент проводятся различные исследования, определяющие, как растительный серотонин влияет на организм человека. Мы занимаемся темой серотонина 15 лет. Оказалось, что в облепихе количество серотонина при ростах ягоди ураганное. И в одном из других растений такого количества не встречается. Россия – это та страна, где серотонин делается как фармацевтическая субстанция. И в этой области достигнуто открытие фармацевтики. Она называется синдром серотониновой недостаточности. Но растительная, она более богатая, имеет массы изомеров и такие же изомеры, которые в теле человека. Специалисты считают, что со временем выделенный из облепихи растительный серотонин можно будет применять в самых различных областях. Так, например, сейчас ученые говорят о возможности использовать его вместо ботокса и не только. Мы предполагаем использовать серотонин, аппликацию серотонина, не просто на поверхность тела, а именно на биологически активной точке. Вот у меня появилась еще такая идея использовать его в сочетании с акупунктурным лифтингом. Методика гораздо, скажем, физиологичнее, чем все другие, которые сейчас используются, в том числе и ботулинотерапия. Потому что ботулотоксин, во-первых, развивается привыкание, во-вторых, мимика у человека практически пропадает, так как блокируются нервномышечные синапсы. Здесь мы в организме ничего не нарушаем. Пока разработки находятся на стадии обсуждения и исследований. Как будут применять растительный серотонин в будущем, покажет время. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова